Вот вы должны понять, что здесь иногда, когда ты вот двигаешься вот такими пророческими проблемами, и уже понятно, где можно это применять. Если не будем тебе применять, надо больше в этом тренироваться. Где применять? На самом минимальном, в таких вот уровне, где применять? Когда ты общаешься с человеком неверующим или незнакомым тебе, ты всегда, вот если, допустим, брат сказал, думал, что не будет картины, но когда ты только встал, говоришь, сразу картины, хочу вспыхать. Причём разные. То есть, когда ты придумаешься, нужно подумать, а вдруг это любопытно, что всё вспыхает, а вдруг это святого. Когда ты начал верой это делать, то же самое. Когда вы поскольку человек, вы говорите ему о Иисусе, нужно вот с верой желать, что сейчас Бог вам что-то может показать, какой-то нюанс про этого человека. И Бог будет показывать. И ваше Евангелие, оно будет более интересно для него. Вот человек говорит, слушай, ты как будто знаешь твою жизнь. Вот кричать такое, да? Ты рассказываешь, говоришь щелку о Боге, а он говорит, ты как будто знаешь мою жизнь. То есть это другой Евангелие. То есть прям вот в точку. И вот это нужно развивать. Значит, смотрите, что ещё. Когда вот вы сейчас утренировались, если вам что-то сказали, что вам не понравилось, вам не нужно переживать, потому что мы учимся. Митри вещи мы не можем до конца понять, что мы видим. К примеру, вот я помню, когда у меня две бабушки тоже, ну не две, там было больше. И они пророчествовали три друга. И одна вдруг встала спиной, я говорю, прям с пророчеством говорить. Встала спиной, и другая возглавляет мне руку, и она говорит, я вижу вот поле такое, и вот черная-черная земля. И растут вот эти вот... Только начали пробиваться вот колоски, вот такие вот зелененькие, маленькие-маленькие. И вижу идет туча, черная, и туча. И она же говорит, ой, все так плохо будет у тебя. И все, там все, и все плохо, короче. А я просто пробегал в него и услышал. А я смотрю уже у бабушки, и говорю, у меня сердечный риск начинает. И я говорю, вмешался, и говорю, почему плохо? Это хорошо. Потому что дождь сейчас будет изливаться на эти колоски, как бы. Поэтому не всегда, допустим, черный цвет, а не всегда плохой цвет. Черный цвет, мы где живем, вот Саша, называется центральный черно-зеленый округ. Там у нас земля черная, вот этот срок. Хорошая такая, картошка такая растет. Понимаете? И вот в военной мае черный цвет – это хорошее, это плодородие. Поэтому очень часто человек, который начинает пророчествовать, он может видеть какие-то вещи, которые на самом деле хорошие, но он думает, что они плохие. И может быть только такие вещи. Поэтому, друзья, вот, если вам бы что-то сказали, то, что вам может быть непонятно, то есть, ну, как бы, мы все учимся, мы тренируемся, нам нужно как бы в этом развиваться, и не расстраивайтесь, и не надо сердечный приступ, и не надо ничего. Пожалуйста. Хорошо. Давайте мы, что мы сделаем? Сейчас вы хотите помолиться, у нас уже время, ну, как с ночью уходит. Это был такой бортный семинар. Ну, даже не семинар, просто, так можно сказать, по верхам пробежались. Конечно же, 95% того, что вообще на этом семинаре вы могли получить, вы не получили, потому что его здесь не было сказано, не было практиковаться. Но вы хотели будете иметь такой начальный этап, который вы сможете начинать проделать и людей к Иисусу приводить. Вот даже вот то, что вы делали, допустим, становился человек в центре, и вы возбрали руки и получали какое-то слово. Мы постоянно практикуем, мы просто и домашний друг, когда приходят слова люди. Неверующие люди или, ну, как бы, спавшие там какие-то. Мы приходим много, когда мы становимся от этого, когда мы получим слово. И иногда просто потрясающий эффект на человека. Неверующий. Какие-то попадания попадания, человек начинает плакать, переживать какие-то очень сильные. Было даже такое, что человеку сказали неверующим, ну, там, определённые вещи. Он говорит, ну, вроде нет ничего. А на следующий день они не произошли. На следующий день они произошли. Он позвонил просто потрясённый. Он говорит, с вами Бог то, что есть. Так вот, да, крейтинг, он говорит, когда заходит человек, и все начинают, люди здесь в пророчестве, он говорит, падает на крейтинг и говорит, истинно свою Бог. Вот этого мы должны достигать. И до этого мы должны развиваться в пророческих дарах, чтобы достигать людей. Вот. Поэтому вот такие моделирования различных ситуаций, они имеют цель только вот такую. хорошо, сейчас мы помолимся, мы помолимся сейчас за вас, за всякие нужды. Я хочу сейчас немножко такое наставление, да. Тем более сейчас будет такой классный праздник. Какой был праздник? Пасков. Ну вот, это праздник. А что мы говорим на этот праздник? Писельскость. 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 Писельскость, да. И та тема, которую я так немножко тоже вскользь скажу, потому что это большая тема. Так вообще, если пол и семинар там одноцелую неделю может уйти, но если вот прям все. Но главный принцип я сейчас вам расскажу. Главный принцип, который я понял. Апостол Павел, в смысле, какие интересные вещи, вы филиппинцы в 3-й главу 8-й стих. Да и все почитаю с щитой, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа Моего. Для него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, за мусор. А в оригинале там даже написано, как као, как као, как као, как као, человеческий, навоз. Короче, он так написал, это все вот, вот это вот, это все мусор, да, ничего. Чтобы, чтобы приобрести Христа, и найти из него не со своей праведностью, которая от закона, но стою, которая через веру Христа Иисуса, праведность от Бога, чтобы познать Его и силу посвящения Его и участие о страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть посвящения мертвых. Более какой-какая последовательность? Чтобы познать Его, Иисуса, силу воскресения Его, воскресение – это слово воскресение, участие о страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И заметьте, что воскресение мертвых и сила воскресения – он разделяет эти понятия. Разделяет. То есть воскресение мертвых – это самый конец, там, самый конец воскресения мертвых. но при жизни он я хочу узнать силу воскресенье силу воскресенье вот это очень важно понять он сила воскресенье это чуть точен мы с вами вообще как христиане существуем и живем и сила воскресенье это тот инструмент который дал бог для решения всех наших проблем поэтому вот нужно понять насколько насколько могущественная эта сила потому что когда приходит эту проблему мы думаем так откуда за силу эту проблему решить могут силу воскресенье а поступал я хочу подарить все потому что через нее он написан когда я познаю силу воскресенье силу воскресенье участие страдания когда я познал все я участвую мы страдать я могу пройти все все то есть когда мы можем когда у вас будет откровение что такое силы воскресенье мы можем пройти все абсолютно все вашей жизни но не просто пройти такие покрыть в победе пройти поверь это нужно понимать и чтобы понять и масштаб этой силы нам нужно вот посмотреть как вообще она проявлялась и проявляется вот если будем читать евангелие то есть неванная а первая последняя 15 глава вся 15 глава говорит о воскресенье вертвых вы за что смысл евангелия это смерть и воскресенье и дальше говорится супер не будем читать можно процитировать это место нам же классно когда я самых любимых мест предписаний и вот если вы не верите воскресенье по вашим первым вообще честно если вы не верите что мы восстанем как ну измерт вот есть разница когда человек умирает верующий идет на небесах богу это одно но другое когда принесет придет и мы получим бессмертные тела силу воскресенье другое это уже больше вот если вы не верите что мы восстанем бессмертные тела наша вера просто честно бесполезно потому что христианство а вы не просто утверждает и пойдем на небесах христос секту были и они воскреснут в новом бессмертном теле физическом вот это просто выходили они проповедовали вот это вот люди виду сумасшедший как вот ты умер тебя сели червячки птичка съел села села червячка потом пока кого и вот так вот за тысячу лет просто твои молекулы по всему миру рассыпались и логический ум мой опыт а какой такая сила может сделать так что люди которые тысячу лет назад умерли две тысячи лет назад умерли уже полностью прав по всему миру уже перемешан это силу собрать обратно и в новом теле такая сила это сила воскресенье это силу потенциал огромнейший огромнейший просто прочитаем если бы а самое интересное что они проповедовали еще апостолу что не просто мы воскреснем вот так вот мы воскреснем в новом телах с новыми качествами совершенно новые качества и просто что такая сила может обеспечить вот как бы наделение тела но скажет кто-нибудь как последствий мертвый и каком теле придут теле физическом без разуме по что ты сеешь не живет если не умрет и как и сеешь на сейшну тела будущего зерно какое случится пшеничные или другой какой но бог дает ему тело такое хочет и каждому сильнее свое тело не всякая вот такая же плод но иная против человека иная против стаков иная у рыбки наличие есть тела небесные и тела земли но если иная слава не местных иная земных и сейчас все ноуте иная слава солнце на и на и звёзд звезды разница славя так привозь всего привозь сели мертвых привозь сели мертвых сеется в тлении воздушные твень сеется в унижение и построить славе сеется в нем еще воздуши все сеется тело душевное то есть это тело душевное сейчас вовстает тело духовное есть тело душевное есть его духом как написано человека там стал душой живущая последняя там есть дух животворящий но не духовная прежде а душевную потом духом сначала уже в таком теле потом и получит другой а получу через силу воскресенье первый человек из землепестный второй человек господь с неба какие ясные таковые песни и каков не если такие небесные наш иисус он сейчас небесным телем не будет небес и и и как мы и как мы носили образ перства цена сейчас будет на стопа с невест небесного но то скажу вам братья что против не может наследовать царство божие людей не может наследовать не твень не все мы умрем но все измениться в другом мгновение ока при последнем трубе ибо вас трубит и мертвым воскресный тленный и мы изменились уже выйдут и ибо тленное сему наличь на весе нетленная смертного влесит бессмертие когда же тленное это обречется в нетленное и смертное обречется бессмертное тогда сбудется слово написанное поглощена смерть победы сменит нажала адресная победа жало смерти дверь и и сила веками закон благодарения богу даровавшую нам победу господа и так братья мои возлюбленные будьте тверды неполколюбимы всегда на узнайте деле господь и знаешь труд ваш нечетен перед господом когда мы принимаем ищу христа нас входит сила воскресения но куда входит вот дух душа и тело сила воскресения входит в дух это за рождение свыше мы воскресаем со христом но но остальное она переживает частично да если душа переживает силу воскресения из духа нас освобождение если тело переживает частично силу зрения из духа нас исцеление божественное здоровье но полной мере изменения тела произойдет когда иисус придет и мы полной мере переживем силу воскресения чем отличается воскресение иисуса воскресения других людей которые вот иисус воскресал людей правильно допустим плаза чем воскрешение лазаря отличается от воскрешения иисуса тем что умер все равно а иисус воскрес в новом сверхъестественном теле не такого класса сверхъестественном теле вот в этом заключается и суть евангелия заключается в том что сила божья способна всех христиан вас точно такой же теле сверхъестественной сейчас иисус как в каком теле находится сверхъестественном физическом теле но сверхъестественным он сказал он сказал фоне божьи потолка меня дух не имеет плоти и костей то есть это было пусть тела было трудно плоти костей но сверхъестественное тело и мы были и несколько таких подсказок нам подсказок это очень важно понять что в чем сила заключается тело будет изменено подобное иисусом иисусу все зимой сначала будет из плоти и крови которым есть его станет небесное которое способно жить на небесах что это значит вот у иисуса было небесное тело стены его не могли держать он проходил спустя появлялся телепортировался потом взял улетел свинит на небеса у меня отличие становился невидимым он родился учениками его не узнали у меня виды богу вид из меня свой тело носку стены проходить физически униженная униженная сейсом ниже униженого славы славы небесное тело знать почему вы за что правильники вас сияет как солнце потому что нереальный музей как солнце когда апостол иван увидел иисуса книги откровения он просто упал он не смог стоять при виде этого тела и вот тело сверхъестественного тела восхитилась и поэтому то же самое яркое светящийся блестящийся тело будет выслать этот свет почему адам это согрешил не знал что вообще обнаженный потому что его тело измечала свет а клапочка пока лампочка не тухнет не видишь там есть спирали она просто видишь свет и ты можешь рассмотреть так я дал ходился ходил и когда он согрешил он понял что-то произошло потому что он ушел покинул его и бог восстановит тело будет личности излучать даже сейчас даже сейчас допустим ну как вы что тело все равно излучает свет для нас не видно сейчас исключает просто не видно нашего класса восстанет в славе славе небесно сеется не мощная слава сильная это слово сильная имеется ввиду на листья творная больше болезни не усталость спать чтобы убрать и муж уставать не будешь не нужно будет уже жить мой серый будет тело дунамис сейчас у нас здесь в духе дунамис сила выпрямить силу обновить будет в теле дунамис это как вот тогда когда бог это тело будет само производить чудеса чудеса само это когда когда бог создала дама он сказал что сделать ему сам вот если сад создал только что возделывается возделывается хорошо почему бог не дал мотыгу чем он делается чем сделать а там у всех естественное существо ему не нужна была мотыга и он пишет тело измечала божью силу божью власть он говорил так и происходило привели животы как устрал такими животные стали то есть это происходило потом съел сеется тело все наши пороки инстинкты греховно потом у нас не будет желать проблема даже желание совершить делаем то что у нас будет крепость перед лихами будем пустыть нашим телем желание совершить желание духовную добиться сеется тленное воздает нетленное то есть мы стареем а когда восстанет силу воскресенье мы не будем стареть всегда будет как будто с фитнесом все молодые одного возраста здоровье без морщин сестерку все идеально красивые ни капли лишнего веса понимаете все убрать ему тоже швастнеги и подкачивает никакого пивного животик волосы все на месте здесь нетленное нетленное не испорченное будет тело а что обеспечить такое такое тело сила воскресенье бессмертно ты можешь быть нетленным но если отрубят голову то все ты умираешь сила воскресенье даст и возможности ему телу быть бессмертным то есть ну если допустим тебя посадят на на сто тысяч один бомб и взорвут тебя то есть на тебя никакого эффекта него не возникнет абсолютно то есть что что за энергией будет обеспечивать возможность существовать такому телу вечное бессмертно сила воскресенье даже на реку сейчас иисуса обеспечить сила воскресенье что это за силу вот понятие потенциал энергией это сильно он просто безграничного что что легче что легче что лишь допустим исцелить человек или воскресить его измер а что а что легче исцелить одного человека или два миллиарда воскресить одного человека или воскресить два миллиарда человек и допустим 7 миллиардов человек 1 конечно легче хорошо а что а что легче вас здесь 7 миллиардов человек или вас здесь 7 миллиардов человек так чтобы они больше никогда не умирали вообще ничего не проследилось так вот сила воскресенье она способна воскресенье будет всех людей допустим 7 или 8 так чтобы они больше никогда не болели и умирали вообще никогда хорошо что написано написано и так безмерно величие могущество его в нас верующих по действию державной силы его который воздействует во христе воскресенье из мертвых посадить на небесах это та же самая сила которая сделает самая тяжелая воскресить 7 миллиардов людей сразу же бессмертные тела чтобы они не умирали и не болели эта сила подняла иисуса из мертвых но он самая сильная это сила безмерно величие могу что его в нас находится верующих по действию на силу его вот вся эта сила которая воскресить когда-то 7 миллиардов людей бессмертных тела чтобы ему что-то не здорово не умирали красивых вся эта сила сейчас потенциал к силу находится где прямо в тебе прямо в тебе теперь понимаете почему используя эту силу легко исцелять людей потому что потенциал намного более огромный теперь понимаете почему используя эту силу легко исцелять себя потому что потенциал просто огромен это вот допустим на море вы ходите сколько там вообще молекул атома атома подробно огромное количество да вот я просто хочу у вас пришло откровение что это сила воскресения просто невероятные энергиями невероятно невероятно мощно она находится сейчас прямо в вас получите это откровение для вас ничего невозможно ничего не интересно когда когда апостол апостол не просто а когда евангелем марка говорится у верующих бусы брать эти знамения там здесь одно знамение это знамение времени на языках да короче знамение но два других знамения не очень интересны потому что вы станут на небесах и будут играть руки на больных и не представляться какой силы вот этой же силы силой воскресения силы которые воскресила христа воскресить миллиарды людей сейчас трогал мне это силой я буду это делать дальше очень что такое интересное что будет брать змей если что-то смертоносное выпить не повредит им но в оригинале то лиц ведут стирать себя змею змея к вам усила взяли что-то смертоносное выпил не повредить тебе а что за силу вообще такой иммунитет это непрождённый монетет и не приобретён иммунитет знаете это невозможно правильно питаться что пить допустим я ты не умирал это невозможно качаться чтобы я кусала змея и ты не умирал какая-то сверхеселестная сила дает тебя особо иммунитет что те от чего другие погибают ты не будешь понимать что это за сила сила который поднял иисус из него воскресила висит на теле и который павел говорит я молю что вы получили что она находится прямо сейчас вас вот это сила для чего нужно это понять когда мы будем понять откровение мы вообще болеть не будем мы будем озаривать руки на больных или не будет исцеляться потому что просто иммунитет будет божественно есть обраться есть врождённый монетет есть приобретённый монетет есть божественный будет это есть сила воскресенье который питает нас и просто вот вам есть почитаем начинай молиться у нас зрение на сути а ну как раз я не могу чуть-чуть может быть задерживаться просто два месяца я не могу вас осваивать глава с первой посты на полу восьмой спавшиеся же спавлом что остров называется мили и наплевение и по стеку жили по острове оказали нам немалое человеколюбия ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас и на племеннике когда увидели висящую на руке его змею говорили друг другу верный человек убийцы когда его спасут от моря судьбожий не оставляет жить но он стряхнул змею в огонь не потерпел никакого вреда апостол павел стряхнул змею в огонь это показывает что он не был зеленый зеленый то есть он спокойно убивал жил мыслите по русски разучились мысли по русски хорошо они ожидали было что у него будет воспаление и он они ожидали что это произойдет они видели тысячу раз но но ждали долго и видя что не случится с ним никакой беды переменили мысли и говорили что он пол около того места были поместья начальника острова посмотрите вот что за иммунитет был апостола павла вот этой укус у них я это было сила воскресенье она это было сила